алексеевич при каких условиях путин сможет выпустить навального из тюрьмы не знаю я думаю что какой-то вариант оля ходорковский так возможно что он там уезжаете страны и никогда не возвращается думаешь пока пока планет не входит адрес не могу не спросить про умное голосование насколько нам возможно насколько на эффективно насколько она оправдана вы знаете у меня сложное отношение голосование с одной стороны мне понять главный его мотив и посыл не дать партии власти набрать какую-то приличную сумму голосов но вот однажды этот же призыв навального помните голосует за любую партию проведены россии мы знаем привел в думу справедливую россию мало чем отличающие болтовня про солиды 20 у меня кроме горя космическом чуть-чуть не вызывает абсолютно абсолютно такая же такая же провластная лояльная кремлю партия пиздец говорящих вы изволите по сколько-нибудь поэтому вот скажем для меня что коммунист что ядро никакой разницы нет а если коммунист еще и ярый сталинист он даже хуже для меня лично поэтому вот я готов поддержать умное голосование там где есть реальные какие-то оппозиционные или хотя бы просто называется приличные кандидаты в первую очередь по одномандатным округам вот а где-то скажем на региональных каких-то выборах там призывать своих сторонников голосовать КПРФ только в качестве фиги в кармане в отношении ядра ну вот я не готов получится получится расположить к себе людей андрей лисович ну судя по всему у власти есть некоторые сомнения на этот счет иначе бы мы не наблюдали вот закатывание в асфальт оппозиционных кандидатов оппозиционных СМИ и вот эти вот новые методы голосования с ограничением наблюдателей без видеотрансляции три дня и прочее прочее все неприлично все в этой истории но если власть уверена своей победе честный пусть даже перед раздачу пряников тогда бы она этого не делала все это наталкивает нам и что все-таки нервишки то пошаливают насколько велика вероятность что результаты выборов будут не вполне ожидаемые как их не вполне ожидаемы для единой россии для власти ну я не знаю чего не ожидаю поэтому мне трудно сказать насколько они будут ситуационного конституционного большинства разумеется сюрпризом вот если там все-таки люди еще не потерявшие чувство реальности мне кажется там и 30 процентов они должны быть не рада счастливы вот уж как там будут дальше рисовать это не нашего модела но мы будем безусловно наблюдать там где-то возможно с учетом того что отключили возможность как выразилась панфилова тем беда вот мы гражданская инициатива у нас нет думской льготы мы не стали участвовать выбору госдуму потому что 200 тысяч подписей собрать это реально дорогое удовольствие очень а во вторых просто нет никаких гарантий у тебя при этом зарегистрируют мы проходили не раз не 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 два и не три мы участвуем в региональных выборах муниципальных выборах и вот даже на региональном уровне повторять какие-то мелкие безоборот крупные безобразие на федеральном превращается в мелкие на уровне регионов наши коллеги вылушайте сами виноваты что дотянули до последнего дня я за это ругал но тем не менее принесли документы избирательную комиссию республики ингушетия во время последний день во время ее работы им сказали ждите мы сейчас принимаем документ к пр.ф. а в 18 что скажешь извините время закончится передали сведения о том что прием документов закончен вы опоздали ну вот это просто мелкое свинство и ничего больше большие безобразие мелкие пакости лавров назвал представители и движения талибан вменяемыми людьми движение талибан запрещено в россии андрей алексеевич на ваш взгляд и на взгляд лаврова как можно судить здесь они более вменяемые чем последователи навального знаете вот если мы хотим жить в правом государстве а пока нашего делает вид что готова жить в правом государстве то господин лавров безусловно должен быть снят с выборов потому что он находится в прямом контакте с организацией которая официально объявлена террористической и экстремистской более невменяемые менее вменяемые вот это совершенно неинтересно эта организация официально объявлена террористической соответственно любые контакты с ней в соответствии с новым выборным законом должны караться недопуском к выборам . к сожалению списка единая россия как ответ был зарегистрирован что свидетельствует о том что не говоря в россии существует система двойных стандартов пользуясь американской терминологии а два вещь своими нами в россии том числе выборном процессе процветает элементарная андрей алексеевич сможете ли вы назвать фамилию реального лидера оппозиции на сегодня если таковы есть в россии ну с моей точки зрения его нет вот конечно с точки зрения скажем известности на западе наверное это алексей навальный после истории с травлением стоит выше других но и я я не согласен совершенно не согласен григорием явлинским который памятник просто неприлично пинать человек сидящего в тюрьме на вот ну или там значит говорить что мы мы против того что его сторонники голосовали это какой-то электоральный абсурд но я каких-то субстантивных говорит дима песков моментов я с григорий честно согласен далеко не все нравится из того что пропагандирует алексей его глубоко коррупционные расследования вот но то что он без слова страдает популизмом и там боюсь что его заигрывали с националистами тоже был не совсем случайным в прошлые годы поэтому я кого там фанатиком почти не отношусь тем более что к сожалению я могу лично свидетельствовать что он сыграл крайнюю негативную роль в развале той демократической коалиции которым пытались создать после убийства бориса немцова первый такой первый такой прецедент когда действительно собрались все демократические лидеры и пытались договориться и алексей играл очень негативную роль там такой деструктивную поэтому я безусловно требую его освобождения вот но я не являюсь горячим горячим сторонником ну вот григорий совсем странно себя в последнее время повел с точки зрения широкой публики знаете главная проблема не даже не персонифицированном лидере хотя конечно то что у демократического движения рубежа 90 был такой лидер как ельцин подкреплен еще авторитетом сахарова афанасиева многих других людей которые по крайней мере для части публики были носителями некоторые новые идеи ну вот конечно это это плохо и может быть уличные протесты 11-12 годов будь такой лидер очень либо иначе вот ну на самом деле главная беда не в том что нету такого единого авторитетного лидера а в том что мы не можем между собой договориться и это проблему здесь против ответственно это говорю конечно большой упреку суды помянутым григорий все еще я ввел с ним переговоры шестнадцатом году о том что выступить на выборах единым фронтом в этом году по их причем инициативе глава цик панфилова элла александровна назвала противников дистанционного голосования людьми с пещерным сознанием мы все безусловно за технический прогресс включая информационный но когда на финальной кнопки находятся руки жуликов в этом многих вызывает сомнения путин положительно оценивает работу дегтярёва во главе хабаровского края песков замечательно но я сторонник того чтобы жители становящиеся потом избирателями это оценивали поэтому его спросить там вроде есть судя по отдельным публичным акциям если альтернативные мнения как вы думаете про тащить дегтярёва на губернаторское кресло ну технологии отработаны поэтому номинально номинально могут тем более если укатать альтернативных кандидатов в асфальт а вот стоит ли это делать не знаю это может опять сколыхнуть край псб подготовила проект списка сведений получение которых иностранными государствами может быть использована против россии в частности к этому отнесена практически любая информация о деятельности роскосмоса андрей алексеевич мы скоро совсем перестанем все темы связанные с государством обсуждать наверно да это это все это все как бы из той же серии понимаете пока еще пока еще это все-таки не совсем северная корея и люди живут просто по законам очередного кима царь и бог или воинский начальник и законотворец и и законы исполнения у нас еще пока все-таки идет некая имитация правового государства например там партию хотят вопредить или какую-то организацию сделать нежелательные иностранным агентом это все-таки не розчерком пиратом одного человека вот некой там имитация деятельности некого правового механизма суд или это генпрокуратура это целое министерство юстиции это решение принимает ну вот это все это все из той же серии просто создать некоторые условия или предпосылки для того чтобы можно было практически любого человека в первую очередь это блогер и так далее что давайте подвести под монастырь к реальному сохранению бы с тайностью не имеет никакого отношения и большинство последних и стартные изменения они носили такой ведь скандальный ученых обвиняли в том что они якобы продали секреты родины коллег вообще делалось в рамках узаконенного международного сотрудничества и если бы секрет там и и не было в помине вот поэтому это это пока еще вот создание шутки псевдо правовых условий для неправовых решений но тренд сохраняется в сторону ужесточения ли какой-то баланс будет соблюдаться соблюдаться на ближайшие годы покажется четвертого года только 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 в одну сторону только сторону северной грибе есть еще президент россии внес в госдуму проект по которому он сможет продлевать срок пребывания на службу на службе маршалов и генералов старше 10 лет как можно это прокомментировать андрей алексеевич ну это все один и тот же тренд что у нас приоритет у нынешней власти это силовые правоохранительных больших кавычках структуры есть хорошие преданные генералы надо им дать еще немножко покормиться молодым не доверяет не доверяет из них нет ни не нормально но понятно я бы так сказал доверие нет молодым 60-летним к примеру ну таки видимо тут действует принцип старый коник образы не испортит пусть глубоко и не спашет но не испортит вы еще обратите внимание значит что по этому новому закону президент будет иметь возможность или право продлевать срок службы прямо черным по белому написано дорогой генерал в чьих руках твою жизнь и судьба и кому ты должен быть лоялен ну соответственно возможно что каким-то генералом продлевать каким-то вдруг и не будут все зависит от уровня исполнительности обеспечение личной преданности и лояльности и это кстати вы беспокоитесь о 60 лет и для них тоже сигнал ребята вот у вас 10 лет есть чтобы себя проявить чтобы всеми с ним на пенсию очень просто и заняться задержание начальника гибдд ставрополя ряда его подчиненных это не компания а следствие методичной работы с коррупцией во власти ведущиеся последние годы заявили в кремле дайте бороться все таки надо же желательно системы они с ее проявлениями если вы строили систему по принципу вертикали власти личной преданности они компетентность профессионализма и честности то вот эти случаи не не являются каким-то отдельным эпизодом и извращением а это система а дальше почему конкретного полковника арестовывает ну видимо значит вот не знаю плохо делился мне очень нравится вообще шутка что принц чарльз решил отказаться от британской короны и просит назначить его в россию начальником гибдд какого-нибудь региона и так президент беларуси александр лукашенко заявил что гибридная война которую нацеливает европу против минска россии китая может привести к третьей мировой войне какова цель таких громких заявлений наш взгляд делись чуна очень простая для выживания режима особенно в условиях уже ужесточающихся санкций лукашенко очень нужны российские деньги зная некоторые фобии российского руководства он пошел по пути их запугивания удается все все пока пока дают подают запугать и получить если не я то солдаты на то будут у смоленска он пока работы продаем и даю а вообще андрей алексеевич на ваш взгляд путин и лукашенко могут жить без врагов ну насчет лукашенко не уверен что касается владимир владимирович то вот дайте чем парадокс ситуации ведь вот первый даже второй срок его правления скажем отношение западом в принципе ну я не говоря о том что ну это совсем в начале первого срока проводились достаточно серьезные экономические реформы такого либерального толка продолжение реформ 90-х потом к сожалению все это было свернуто но и в международных делах было очень большое продвижение и в отношении и помните там это перегрузка перезагрузка соединенными штатами и особенно в отношении с европейским союзом мы же очень далеко продвинулись и в отношении безвизового пространства и взаимного признания дипломов и скажем в германии был подписан очень интересная я в рамках этого соглашения много молодежи к мероприятию провел соглашение о молодежных обменов и обмена учеными и значит обмена студентами мы действительно так очень поступательно двигались и путин вносил свою лепту это потом вот в какой-то в какой-то момент значит он видимо видимо решил что все таки надо остановиться то не дай бог тут прям его вначале это он вообще говорил как вы помните что россия может быть членом НАТО да 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 скорее такая фигура речи но тем не менее мысли все-таки шли в направлении какой-то кооперации и налаживания налаживания контактов вот но в какой-то момент вот что-то видимо вернулось это вот сначала была знаменитая финанская речь ну а потом собственно конечно аннексия крыма поставила точку большому сожалению потому что я так считаю что безусловно место россии в европе и нам нужно развивать этот европейский вектор самым активным образом и никогда никакие добрые отношения с китаем я бы не переоценил мы стали для китая просто целевым придатком давайте называть вещи своими именами они не заменят отношения с европейским союзом из европой вообще это не не альтернатива никогда не будет конструктивной альтернативой поэтому вот нынешняя нынешняя ситуация практически холодной войны там 2.0 лично меня вызывает в большейшее сожалению президент украины зеленский отмечает что присутствие российского военного контингента и выражение у границы украины грузии и молдавии выражать не только этим странам но и всему континент континенту андрей алексеевич возможно ли очередная военная авантюра со стороны кремля знаете это же такой со времен макеавелли еще проверенный способ когда у тебя какие-то проблемы стране то надо искать внутренних врагов и внешних врагами стало понятно уже несколько лет назад это конечно либералы мне всякого сомнения вот ну а теперь еще и более широкий круг любых оппозиционеров ну и конечно независимые сми которому теперь присваивают почетный штамп или инагента или нежелательной организации еще что-нибудь в этом роде вот ну и значит внешние враги вообще маленькая победоносная война на это опыт многих веков она всегда укрепляет победоносная она всегда укрепляет положение правительства обычно ненадолго потому что даже маленькая война окончались трупами вот когда начинают груз 200 приезжать что случилось с афганистаном например свое время когда гробов стало многое то как-то недовольство широкий публик стала быстро быстро нарастать вот поэтому исключить какие-то новые авантюры такого военного толка я не могу вот но я в принципе все-таки исключая какую-то серьезную войну хотя иногда возникает сомнение в адекватности оценки путином то реалии мира но не глупый я его там лично знал когда-то значит поэтому я думаю что на какую-то большую войну конечно не пойдет в афганистане полезен о чем я бы очень предостерег две разные истории укрепить границу пусть даже это не поставить задачи там горные местности там это одна история а вот пытаться туда влезть но сначала спецотрядами петровым и башировым а потом и все равно всегда на кончат ограниченным контингентом который потом разрастает сюда сотен тысяч вот это будет будет величайшей ошибкой но и исключать этого нельзя по поручению путина самолетами военно-транспортной авиации осуществляется доставка гуманитарной помощи кубе сообщает министерство обороны россии оказываем гуманитарную помощь андрей алексеевич гуманитарная ли помощь может быть повезли ракеты туда к новому карибскому кризису готовимся или все таки сахар и перчатки и маски отправили у меня трудно сказать я свечку не держал при загрузке и разгрузке самолета не присутствовал высказывается точка зрения некоторых интернет сми что возможно это отправки оружия я не готов никого я никого априори обвинять факт то что на кубе впервые пожалуй за всю современную историю победы революции впервые начались массовые действительно массовые протесты против режима которые мы или его наследника в данном случае чем дело закончится не знаю вот тут знаете ведь очень важно тоже не промахнуться что называется а то если вот скажем то что россия официальная россия безусловно поддерживает этого лукашенко если там все таки власть сменится она рано или поздно конечно смеется по биологическим причинам и и второго такого диктатора найти будет не просто мальчик поле можете справиться мы потеряем белоруси навсегда потому что вот те оппозиционные силы которые никогда не забудут поддержку этого режима то что произошло на украине скажу тоже то же самое может повториться и в сирии и на кубе когда мы поддерживаем заведомо одиозные или венесуэле заведомо одиозные режима которые держатся только на штыках и может быть достоверных данных сколько процентов населения режим ненавидит половины или 99 процентов вот но то что когда эти режимы рухнут рано или поздно они обязательно рухнут и один диктаторский режим не живет вечно а мы эти страны потеряем 100 процентов они на генетическом уровне будут помнить кто поддерживал асада который там убивал собственных граждан кто поддерживал лукашенко кто поддерживал кастро и так далее и так далее последний вопрос россия планирует выпуск собственной линейки электромобилей заявил господин мишустин ну замечательно замечательно только приветствовать этот проект который начинал михаил прохоров как мы знаем ни с чем не закончился я мобиль до но но в принципе это конечно светлое будущее человечество электромобили но нам бы сначала просто автомобили научиться делать а после этого там может ставить туда электродвигатель или еще какой-то пока у нас как-то мы не 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 передовых рубежах в мире никогда и не были но это так и не стали с точки зрения автомобилестроения поэтому то что у нас ездит это в основном собственно отверточная сборка там в калининграде в калуге вряди других значит городов когда западные машины собирают они вроде называются российскими но вообще таковыми не являются а вот наш собственный дорогой любимый автоваз который мы многие годы поддерживали я и дал ага в том числе и мало и мало денег выдавал увы все так лидером мирового автомобилестроения и не стал поэтому я бы сказал что давайте научимся делать свои российские автомобили мирового класса потом будем делать их ее мобилями вот а если мы на собираемые по отверстили сборки в калуге немецкую машину поставим и метки же электродвигатель тоже неплохо но гордиться особенно будет нечем вообще андрей алексеевич в целом завершая разговор способна россия дойти до такого уровня чтобы есть свой сыр ездить на своих автомобилях пользоваться своими телефонами или мы безнадежно отстали при той политике которую мы имеем сейчас нас ждет долгая позитивная или говоря проще авто и в болоте мы будем все больше и больше страны лидеры обречены ли мы на это навсегда нет нет надо кардинально кардинально поменять политику сделать ставку на нормальное развитие конкуренции без которой не бывает инноваций на структурную перестройку экономики защищенной собственности из которой тоже не бывает ни инновации не экономички прорывов ничего и надо понимать что лидерами во всех областях сейчас не может быть ни одна страна условия глобального мира все равно кто-то лидирует в одних сферах кто-то в других вот но вопрос вы лидер там условно в пятистах сферах или вдруг это большая разница мы пока 05 андрей алексеев спасибо большое за интересную беседу и и и